поехала наша запись значит короче еще раз решаем эту задачку значит ну вот табличка первая и вторая область и мы не пишем подробно что вот здесь количество людей на алюминии ну единственное вот когда-то для ЕГЭ это оформляешь уже там имеет смысл это сделать короче здесь будет x тогда раз их всего 20 здесь 20 минус x а в этой области здесь будет y а здесь тогда 20 минус y дальше вот сколько они добыли значит здесь будет алюминия, здесь никеля замечательно вот надо по 10 не забывать вот это и значит в первой области один рабочий за час добывает 0,1 потом он 10 часов работает а всего их x значит теперь никеля то же самое то есть 0,1 тоже они по 10 часов работают только уже 20 минус x теперь значит вот вот это неприятная следующая вещь что во второй области для добычи x килограмм алюминия в день требуется x квадрат человека часов труда можно для этого вот так вот провести черту и написать что вот если здесь стоит число x квадрат то здесь стоит число x но нам вот это неудобно потому что подбирать количество рабочих так чтобы там был x квадрат нам гораздо лучше извлечь квадратные корни из этих чисел но одновременно то есть ну это как-то типа такой пропорции получается своеобразный если x квадрат тут то здесь x а если здесь корень из x квадрат то здесь корень из x то есть это вот то что мы хотим то есть если он здесь было количество рабочих игрок то сколько они наваяют будет корень из игрок но надо не забывать про эти 10 и более того тут как-то девчонка одна написала вот так 10 корней из игрок ну естественно его надо рабочие их игрок человек они работают по 10 часов поэтому значит короче говоря десятку мы пишем тоже под корнем как бы логично то есть вот 10 игрок они работали и корень из 10 игрок они наваяли этого алюминия надыбали или чего там значит намыли добыли вроде бы в шахтерском деле порог положено менять ударение в слове добыча и называть это день большой добычи ну не знаю короче говоря короче говоря если их было на никеле 20 человек минус игрок то работали они 10 часов умноженное на это а надыбали они этого никеля корень квадратный из этого значит вот мы написали числа у тебя вот здесь трудности были понятно ну вот вот здесь действительно неприятно то есть вот именно к этому это наш первый момент к которому надо не привыкать потому что вот это х квадрат рабочих оно не просто напрягает а начинаешь какие-то там думать всякие вещи в общем к этому надо привыкать это первый момент привыкания дальше значит вот сам ход решения он конечно тоже такой с одной стороны своеобразный но с другой стороны он хорошо определен он всегда такой то есть теперь поскольку нам нужно следующий неприятный момент то есть это вообще одна из самых сложных задач такого типа потому что здесь сплав в котором мы должны вот это четко соотношение сделать тогда получается нам нужно отдельно массу алюминия найти давай мы ее отдельно выпишем значит это просто мы в столбике алюминия складываем ну 0,1 на 10 конечно умножим это значит x плюс корень из 10y а теперь масса никеля так я уже вижу масса никеля тоже 0,1 на 10 единичка значит просто 20 минус x 20 минус x сделаны никеля и плюс 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 вот это корень из 10y это корень из 10y на 20 минус y замечательно вот теперь нам нужно очень четко составить вот это соотношение для этого самое простое прямо написать что вот здесь 3 килограмма а вот здесь 1 килограмм то есть получается нам нужно такое соотношение между ними чтобы вот это выполнялось чтобы вот это выполнялось и получается наше соотношение очень простое мы их приравнять сможем либо нужно массу алюминия разделить на 3 и приравнять это к никелю либо наоборот массу никеля умножить на 3 и приравнять это к массе алюминия но я обычно умножаю то есть вот наше первое соотношение оно выглядит 3 на 20 минус x плюс вот это второй сложный момент 10 на 20 минус y так и это надо все в скобочке взять потому что мы одновременно все умножаем равняется x плюс корень из 10y то есть вот наша связь получается которая вытекает из того что должно быть 3 килограмма алюминия и только 1 килограмм этого никеля а дальше значит вопрос сколько килограммов сплава наибольшее количество сплава сколько килограммов сплава могут произвести значит дальше нам нужно написать сколько они сделают таким образом значит вот мы связь эту уже учли то есть мы можем на самом деле в таких условиях записать вот прямо вот число никеля умножить на 4 число никеля умножить на 4 потому что ну никеля по сути они делают килограмм а в сумме значит килограмм вот этого никеля плюс в 3 раза больше алюминия получается то есть получается вот общая масса общая масса это мы можем просто количество никеля умножить на 4 потому что это 1 килограмм от никеля и 3 килограмма еще от этого 4 на 20 минус х плюс х вот этот длинный корень 10 на 20 минус 3 это вот наше второе соотношение можно поставить значок системы но мы должны понимать что это своеобразная система вот по сути все сложные этапы у нас закончились то есть первый сложный этап совершенно справедливо что ты с ним столкнулся любой нормальный человек напряжется от этого х квадрат рабочих человека часов в общем вот это первый момент то есть нужно просто извлечь корень там и там мы должны понимать что эта условность дана только для того чтобы у нас производная получалась хорошо второй момент это вот этот когда мы вот вот это соотношение которое нам дано оно не обязательно дано 3 к 1 может быть дано 2 к 1 у тебя там что-то было такое дома вот его нам надо соблюсти и третий момент вот сейчас наступает мы понимаем что наша система неравноправна на самом деле мы должны сделать максимальным вот это вот m но при этом у нас m зависит от двух переменных и такого мы делать не умеем и хотим упростить это дело а у нас есть еще первая связь то есть вот процедура наших действий такая мы из связи выражаем одну связь с другой ну то есть в данном случае x y а потом подставляем это в m у нас получается функция одной переменной а вот ее уже мы можем дифференцировать ну раскроем скобки в первой значит это 60 минус 3x плюс вот этот длинный корень 10 на 20 минус y равняется x плюс корень из 10y x давай все соберем в одну сторону ну вот x значит будет 60 минус корень из 10y это я уже этот перенес сюда плюс корень из 10 на 20 минус y это я тот оставил равняется 4x вот ну и наверное я даже на 4 делить не буду потому что я теперь понимаю что мне нужно вот эти 4x заменить на вот эту левую часть а у меня в выражении для массы 4 уже есть то есть я просто раскрою там скобки и мне будет удобно подставлять значит 4 это 80 минус 4x и плюс 4 вот этих корня лох конечно надо конечно конечно надо спасибо большое вот так вот ошибки делаются конечно 20 минус да 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 я могу ну могу да вот могу сделал только что да 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 так еще раз проверяем да да это между прочим знаешь почему потому что я одновременно вот тут скобки раскрывал вот как-то напрягся то есть интересно почему я в таких детских моментах значит продолжаюсь ну вот момент детский конечно но тем не менее значит и потом главный фиг заметишь все вот это значит так я раскрыл 4 значит на 20 80 минус 4 плюс 4 я сделал отлично теперь значит 4x я здесь заменяю то есть у меня получается m равняется 80 минус значит минус 60 плюс корень из 10 и у минус минус корня из 10 на 20 минус у это минус 4x и плюс 4 корня из того же самого длинный корень 20 минус у теперь подобные члены приводим собственно здесь у нас вот вот эти два только есть остальных нету вот наше окончательное выражение m равняется 80 минус 60 20 потом плюс корень из 10 игрок и плюс корень 1 4 минус 3 значит 10 на 20 минус у давай находим производную значит производная константа равна нулю значит 1 2 единица на корень из 10 игрок и не забыть продифференцировать 10 игрок умноженное на 10 плюс 1 2 единица на корень из 10 на 20 минус игрок и не забыть продифференцировать то что под корнем 10 на 20 200 констант а вот минус 10 игрок минус 10 теперь решаем уравнение m' равняется нулю ну оно получается хорошим значит вот то что с минусом я перенесу на другую сторону знака равенства у меня получается 1 2 10 деленное на корень из 10 игрок равняется 1 2 тоже 10 я перенес через знак равенства и на длинный корень 10 на 20 минус игрок теперь я могу посокращать все что у меня посокращается и получается попроще уже единица на корень из 10 игрок равняется единица на корень из 10 на 20 минус игрок переворачиваем и возводим в квадрат ну давай ладно просто переворачиваем потом зайдем в квадрат 10 на 20 минус игрок теперь возводим в квадрат 10 игрок равняется ну давай 200 минус 10 игрок то есть 20 игрок равняется 200 игрок равняется 10 косвенным признаком того что мы сделали все правильно свидетельствует об этом то что корень из 10 игрок вычисляется и 20 минус игрок тоже 10 оба корня вычисляются значит все последнее подставить то есть теперь мы ну я так сказать вот на доске значит в принципе вот мое выражение в которое мне нужно подставлять вот оно ну да я его ладно вниз зафигачим значит как бы вот оно то есть то в котором мне уже нет смысла x вычислять а прям только то в котором игрок участвует вот оно вот оно вот оно подставляем значит сюда игрок равное 10 игрок равное 10 значит ну это все довольно просто сделать m20 плюс корень 10 на 10 просто 10 и здесь тоже 10 на 10 еще плюс 10 итого 40 все ответ 40 килограмм 40 килограмм 40 килограмм так ерунду куда написал ну по-английски конечно не надо писать там если марина там по-английски написать 40 поставит 0 для разнообразия значит ну собственно все есть что-то надо что-то надо еще прокомментировать какой-то момент то есть по сути прямо вот если моменты все писать то мы аккуратно составляем таблицу причем первый момент во-первых не забываем на вот количество часов умножить они как раз и подбираются для того чтобы там все корни извлекались не забываем извлечь корень вот из того и из другого то есть собственно когда мы из этого извлекаем у нас сам игрок получается а вот из этого не забываем корень извлечь значит это составление потом дальше мы понимаем что нам нужно отдельно написать алюминий и никель потом момент требующий абсолютной четкости это вот первое соотношение которое значит что если умножить то что никеля получается на 3 то это можно приравнивать к алюминию и только тогда у нас получится как надо и дальше из первого из нашей связи мы выражаем х а вот общая масса которую мы загрузили мы там должны х заменить на у с помощью первого соотношения вот мы все это сделали здесь ты меня тут спас по дороге я тройку забыл не получилось бы конечно иначе но значит как только у меня бы не получилось я пошел бы искать где я там значит налажал вот как только у нас все получилось мы находим производную приравниваем ее к нулю и находим это значение у проверять что это минимум не надо значит но для экзамена вот то есть на экзамене это надо как-то продемонстрировать им что значит минимум максимум наоборот что я говорю максимум ну и дальше подставляем это значение то есть проверка может быть чисто формальной можно просто прямо написать что убеждаемся проверкой что это минимум что это максимум и все ответ значит все f1 нажимаю наоборот